Здравствуйте, Гаилеевского района, моя фамилия Букин, будьте добры, водительское удостоверение. Они следят за порядком на дорогах, выявляют нарушителей, напоминают взрослым и юным участникам дорожного движения правила поведения на проезжей части. Спасают жизни и буквально помогают появиться на свет новым жителям Подмосковья. Можно я вам руку пожму? Спасибо вам огромное, мы без вас не справились. Я буду сопровождать быстро, времени не было на раздуме. Все, я сказал, садитесь в машину и следуйте за мной. Я включил проблесковые световые маячки, звуковые, световые, и мы направились в сторону города, видно, к роддому. Госавтоинспекция Ленинского городского округа функционирует как единый механизм, каждая составляющая которого работает на общий результат. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципалитете. Отдел пропаганды проводит с подрастающим поколением разъяснительные беседы и интерактивные занятия. А юные инспекторы дорожного движения помогают своим наставникам в ходе просветительских акций нести эти знания людям. Некоторые люди не соблюдают правила, и из-за этого случаются не очень приятные ситуации. А если все будут соблюдать, то все будет хорошо. Пока водители с комфортом передвигаются в своих теплых автомобилях, сотрудники ГИБДД стоят на страже порядка на дорогах в любую погоду. Будь то лютый зимний мороз или знойный летний полдень. Регулярные рейды призваны не только выявить нарушителей, но и предотвратить противоправные действия в дальнейшем. Мы еще раз напоминаем о правилах безопасного поведения. Вручаем сегодня и листовочки, еще раз разъясняя, какие нужно и необходимо использовать детские удерживающие устройства при определенном весе, росте ребенка. Ну и как бы желаем хорошей погоды, хорошего настроения. Раз за разом сотрудники госавтоинспекции напоминают автовладельцам, что нельзя парковаться на газонах, садиться за руль в нетрезвом виде, разговаривать по телефону, а тем более переписываться во время вождения. И о том, как важно быть внимательными в темное время суток. Многие из них свой профессиональный праздник 3 июля также встретят на боевом посту. Потому что работа такая – быть на страже безопасности. Екатерина Борисова, Елена Кошелева. Видно этого.